Ну, не так трудно сказать, но чаще всего я отпускаю пациентов без диагноза рак. То есть чаще всего просто приходит женщина, провели какие-то обследования, получены какие-то результаты этих исследований, и, допустим, доктор какой-то, ну, не обязательно, что это там онколог, да, он хочет получить мнение о том, что мое, допустим, мнение о том, что с пациенткой все нормально, ее можно там дальше наблюдать. Но вот тут нет никакой показательности. То есть бывает так, что на прием приходят просто люди с диагнозом рак молочной железы и хотят получить второе мнение. То есть здесь как бы, ну, понимаете, здесь получается ситуации, они такие очень разные бывают. Бывает кто-то, ну, вот сегодня прозвучала одна информация где-то, да, там на сайте, и люди по данным проблемам пришли, завтра другая и по другой. То есть тут я никакой логики и связи не нахожу. Но чаще всего, если приходят, то приходят, обычно уходят без диагноза рака. То есть здоровых гораздо больше, чем больных. Я думаю, что надо посоветовать прежде всего, прежде всего стараться найти во всем позитивное. То есть надо идти с мыслью о том, что мне необходимо обратиться не для подтверждения диагноза, а для исключения диагноза. Я даже, кстати, всегда так и пациентам говорю, что вам необходимо сделать трепан-биопсию, когда даже сам знаю, что там речь идет о раке. Я не говорю пациенту, что мы должны сделать вам биопсию для подтверждения диагноза. Я всегда говорю для исключения диагноза, потому что это всегда, ну, как бы, и смотрится лучше. То есть человек снимает некое напряжение. Поэтому надо идти с мыслью, чтобы исключить. Но, как бы, если оно уже есть, тогда мы его должны отстадировать, провести дополнительное обследование. Я думаю, что в большинстве случаев все-таки сейчас люди в большинстве случаев подлежат лечению. То есть в моей практике вот так вот, чтобы была ситуация, что приходит первичный больной, который вот еще никогда нигде не был, и вот он заболел, и вот он приходит, допустим, в клинику, и мы говорим, вы знаете, вы лечению не подлежите, но, как бы, такого нет. Конечно, есть случаи, когда там пациентка не обращалась к лечу, она лежала, потом она слегла дома, и она вообще прийти не может. Ну да, и приходишь к ней на дом, и уже понимаешь, что надо констатировать то, что мы ничего назначить не можем. Вот, поэтому, но в большинстве случаев те, кто женщины, кто обратились, и то они обычно подлежат лечению, поэтому бояться того, что, ну, допустим, рак это там равно смерти, я думаю, точно не стоит. Сначала мы обсуждаем вопрос, что нам надо сделать, да, чтобы установить диагноз, чтобы, ну, провести какие-то дополнительные обследования, потом мы обсуждаем примерную стратегию лечения, и потом я обязательно говорю, что, ну, говорю, что, ну, если, ну, есть такая возможность сказать, а в большинстве случаев она есть, что катастрофы нету, завтра умирать не надо, надо проводить лечение, лечению вы подлежите, возможности для вашего лечения у нас есть. Это вот важно проговорить, потому что, к сожалению, были такие времена, что лечению человек подлежит, а возможности нет. Ну, сейчас в этом смысле гораздо лучше, то есть возможности, и возможности есть, да, то есть, ну, и, грубо говоря, еще как бы, ну, если пациент приходит в клинику, то надо полагать, что и возможности его лечения уже есть, да, то есть как бы, ну, есть такие случаи, да, допустим, человек живет где-то там, ну, очень далеко, да, и он не может там являться, да, но это как бы редкость, да, то есть и все равно можно найти какое-то решение этой задачи, то есть человек приехал в город и может там где-то жить рядом с клиникой и лечиться. Но это все-таки такие редчайшие ситуации. В большинстве случаев пациенты имеют возможность найти время и силы, ну, лечиться, то есть поэтому и, соответственно, и с помощью слов и можно человека успокоить, сказать ему, чтобы он не боялся этого. Очень сильно помогают стены, кстати сказать, вот, ну, в том смысле, что вообще, вообще в идеале, в идеале контакт пациентов первичных с теми пациентами, которые уже пролечились, он должен быть не очень большой, да, то есть нельзя сразу окунать человека, да, то есть он приходит в учреждение, и там масса больных разного плана, да, то есть он начинает теряться, вот. И в этом смысле, когда человек приходит в учреждение, где не много людей, где какая-то более-менее разреженная обстановка в этом смысле, и нет нервозности этого ожидания или еще что-то, то ему, конечно, спокойнее будет. И стены в этом смысле помогают, то есть если светло, хорошо, комфортно, то и страхи постепенно уменьшаются. Ну, наверное, нет. Чего бояться-то?